Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы поговорим сразу о нескольких событиях. В первую очередь это, конечно же, прямые эфиры, которые вчера прошли на каналах у Донни КБ и Марины Новый, ну а также о главном событии дня, а именно о том, что Доння КБ удалила свой канал, вернее, временно закрыла оба своих канала, и основной, и канал обзоров Паштет. Об этом Донья заявила у себя в Инстаграме. Я, говорит Донья, делаю свои каналы временно недоступными, оставляю себе лазейку для того, чтобы потом красиво вернуться на Ютуб. Ну что сказать, Донью все до канала. Вообще, вчера у Донни был не самый удачный день. С самого начала все покатилось кубарем, полетело к чертям собачьим. Перед этим Донья очень плохо спала, переживала из-за шестичасового стрима с маской, сердце трепыхалось, Донья не могла успокоиться, потому что маска потребовала, чтобы Донья удалила шестичасовой совместный прямой эфир. Причем обе части, оба акта, и первый, и второй, Донья вроде бы изначально согласилась, потому что была уверена, что монетизацию с этого шестичасового эфира все равно снимут. Но монетизацию Ютуб не снял, и Донья выставила этот прямой эфир совместный на всеобщее обозрение. Но, как выяснилось, наша маска тоже не лыком шита, и поэтому не готова так быстро сдаваться. И маска, которую, как мы теперь знаем, зовут Эндрю, стала угрожать Донье Кабе. Мол, если ты не снесешь эти стримы, я буду жаловаться, я брошу страйк, я не давал тебе разрешения использовать мое изображение, и вообще у меня есть сохраненная аудиозапись нашего телефонного разговора. Я опубликую ее, и эта запись была опубликована в болоте. В общем, Донья уже изначально была на взводе, а тут еще поход к врачу, который тоже не увенчался успехом. Донью не одобрили на операцию. У Донни что-то с сердцем. ЭКГ показало неудовлетворительные результаты. Закупорка сосудов, что ли. В общем, короче, Донью отправили на повторное ЭКГ. Это ЭКГ ей будут делать завтра. Соответственно, поездка к Софье, которая была назначена на сегодня, отменяется. Ведь Донья собиралась к Софье с ночевкой. Но поскольку ей завтра нужно снова быть в клинике, она никуда поехать не может. Донья расстроилась, потому что Донья хотела нам показать и доказать, что у нее есть подруги, что она по-прежнему общается с Софьей. И они будут делать совместный прямой эфир и так далее и тому подобное. Но все отменяется. Донья, естественно, расстроилась. Еще и потому, что, как выяснилось, есть реальный риск того, что ее не одобрят на операцию. И вместо операции на ноге ей нужно будет делать операцию на сердце. Вот такое заявление. Естественно, все это выбило Донью КБ из колеи. А тут еще очередной совместный прямой эфир с некой Светой Победа. Донья понятия не имела, кто это, что это, что это за блогер, хейтер она или почитатель. В общем, Донья с самого начала была на взводе. Кричала на эту бедную Свету Победу, которая предстала при дочи нашей в образе сельской учительницы. И с интонациями же сельской учительницы стала предлагать Донье КБ дружбу по интернету. Как вы относитесь к дружбе по интернету? Спросила Светлана. Донья опешила от такого вопроса. Стала там что-то объяснять, разъяснять, что дружба – это совсем другое. В интернете это общение. В общем, короче говоря, Светлане хотелось общаться. А Донье очень хотелось слинять поскорее с этого совместного прямого эфира, потому что параллельно шел бомбический стрим совместный на канале у Марины Новы. Совместный стрим Марины с Маской. Маска пришел на канал Марины Новы. В чате Донья об этом сообщили. И Донья, ерзая, пыталась свернуть эту Светлану Победа, но Светлана не умолкала. Как, говорит, Светлана, у вас там канал назывался-то? Что-то Every Day, Every Day. Извините, говорит, я английским не владею. Ну, какое-то такое поэтическое красивое название было. Я все помню. Я ведь с вами давно, говорит Светлана. Я была вместе с вами на блинчиках. Я была с вами, когда вы водили грузовик. И вот по сей день я с вами. Поэтому мне очень интересно за вами наблюдать и с вами общаться. Донья, конечно, пыталась задавать какие-то там наводящие вопросы. Мол, откуда вы? Где вы живете? Вы, наверное, уже не работаете? Спросила Донья, совершив фопа. Ну, Донья взглянула на гостью, на ее пробор, на ее дульку. И сделала вывод, что гостья уже пенсионерка. Не работает. Что вы, говорит гостья? Конечно же, работаю. Мне всего лишь 50 лет. О, говорит Донья, вы намного моложе меня. А Донья думала, что гостья уже пенсионного возраста. Вот такой фопа. Но, вы знаете, гостья тоже оказалась не такой уж и простушкой. В заключении гостья сделала свой вывод. У нас с Доньей Кабы, говорит гостья, совершенно разной ситуации. В отличие от Доньи, у меня любящий муж. У меня дети, которые меня любят и с которыми у меня хорошие отношения. А также у меня есть стабильная работа. Я живу в прекрасном городе. В отличие, опять же таки, от Доньи Кабы. Вот такой неутешительный вывод. Ну, а мы с вами переходим к обсуждению вчерашнего стрима на канале у Марины Новы. Совместного стрима Новы и Маски. Что можно сказать по этому стриму? Ну, в первую очередь, то, что Маска с полной ответственностью заявил, что он снесет канал Доньи Кабы. Терпеть не могу эту мразь, говорит Маска. Мне ее совершенно не жалко. Это неблагодарная тварь. Которая пользуется людьми. Она обещала, что она закроет эти стримы. А потом она их все равно снова открыла. Маска признался, что был заказ на то, чтобы обосрать Марину Нову. Желательно еще и Лору, и Фальконы. Но я так понимаю, что Маска не дотянул относительно этих двух последних героинь. В общем, короче говоря, Маска не самого высокого мнения о Донье. Тут нужно, правда, вернуться к последнему стриму самой Доньи. До того, как появилась в эфире Света Победа, Донья ввела нас в курс дела. Донья сказала, что Маска ей угрожает. Ей на телефон поступают угрозы. Мало того, Донья всю ночь не спала. Донья переживала из-за того, что она подставила Нину у камина. Потому что многие уверены в том, что Нина у камина и Маска – это одно лицо. И Нина обиделась. Нина закрыла все свои видео. Нина затаила обиду на Донью. И Донья не может этого пережить. Как я могла так подставить Нину? Нина, прости. Нина, вернись. В общем, Донья не находит себе места. А я вот не могу понять. С каких это пор Нина такая неженка? С каких это пор Нина такая недотрога? Нина что, не знала, куда она пришла? Тут я вынужден согласиться с Маской. Он сказал, это интернет. Какая этичность? Его обвинили в том, что это неэтично. Это неэтично, типа, нападать на женщину. Я вот тут соглашусь с тем, что интернет – это действительно большая помойка, в которой места хватит всем. Если вы решили окунуться в помои, сами добровольно сюда пришли, ждите, рано или поздно вам прилетит. Вам обязательно надают по башке. Как только вы немножко поднимете голову, вам настучат по голове. Вы мне, конечно, сейчас скажете, мол, Эдуард, вам хорошо говорить. Вы там прячетесь. Вы всего боитесь. Вы от всего дрожите. Но вы знаете, в контексте той же Нины Укамина и той же Маски мы, в принципе, на равных условиях. Да и вообще об обзорщиках, по-моему, сейчас знают больше даже, чем о Нине. Например, мы знаем, где обзорщики живут, в какой стране, в каком штате, в каком городе. Мы знаем, откуда они родом и так далее. Мы этого ничего не знаем, например, о Нине. Поэтому какая может быть обида? Какие страхи? Я этого не совсем понимаю, но это вот мои такие пространные рассуждения на тему того, стоит ли или не стоит окунаться в Ютуб, приходить в Ютуб на добровольной основе, чтобы потом оттуда бежать, сверкая тапками, обвиняя вокруг всех и вся. Я же хочу вернуться к нашему вчерашнему совместному стриму на канале у Марины Новы. И тут, конечно, чувствуется необъективность героя в том смысле, что герой явно ощущает неприязнь именно к Донье КБ. Конечно же, на вчерашнем стриме чаще всего звучало слово СДВГ. СДВГ у всех СДВГ. И у Марины СДВГ, и у героя СДВГ, и у Доньи КБ СДВГ. И правильно кто-то там написал в комментарии. Интересное какое это СДВГ. Он как по-разному проявляется в разных людях. Вроде у героинь наших СДВГ, они сидят, кукуют, никак не могут устроиться на работу. А герой наш Маска, у которого тоже СДВГ, пашет на двух работах. Кстати, герой, как выяснилось, мой коллега, почтальон, только он сортирует посылки и бандероли. А я, как вы знаете, почтальон, который звонит дважды, который разносит письма, Америка в письмах. Ну, кто меня давно смотрит, помнит эту шутку. Но шутки в сторону. Герой, помимо того, что он вечерами сортирует посылки, он еще проводит время в офисе. В общем, работает, не покладая рук, но тоже СДВГ. Вот какая интересная история. Ну, а я возвращаюсь к тому, что, конечно же, у героя предвзятое отношение к Донне и КБ, потому что он снова затронул тему успешности-неуспешности, тему денег. Герой отрицательно относится к людям, которые не способны зарабатывать, которые не способны устроить себе успешную жизнь. Он работает, он зарабатывает. И да, эта тема его волнует. Он признался, потому что он вырос не в очень богатой семье, но, в принципе, как и все мы, выросли в обычных, простых семьях. Многие жили просто, иногда даже испытывали нужду. Но бедность, как мне кажется, не порог. Я к чему клоню-то? К тому, что герой наш очень, конечно, сокрушался по поводу неуспеха Донни и КБ, хотя, знаете, тут тоже как посмотреть. Но в то же время он ни словом не обмолвился относительно неуспеха той же Марины Новой. Ведь Марина недалеко ушла от Донни и КБ, а может быть, даже и отстает. Марина тоже вечно жалуется на то, что у нее нет денег. Марина тоже никак не может определиться с тем, чем она хочет заниматься. У Марины тоже, в принципе, на сегодняшний день в 40 плюс нет никаких перспектив. Марина тоже, в принципе, находится в финансовой опе, как сидела, так и сидит. Опять же, я говорю это без осуждения, но чувствуется все-таки разное отношение героям к нашим героиням, которые, казалось бы, в принципе, на одном уровне по формальным показателям. А может быть, даже Донья все-таки в этом смысле более успешна, потому что она там проворачивает какие-то операции все равно, какие-то махинации, она в этом спец. Тем не менее, гость не копал под Марину, наверное, потому что Марину, как блогера, он и не знает. Донью он смотрит на регулярной основе, очень много времени проводит за просмотром видео Донни и КБ. А вот о Марине он, в принципе, ничего не знал. Тут нужно подчеркнуть, что Марина все-таки действительно очень интересный собеседник. Она всесторонне развита, у нее хорошо поставлена речь, и она склонна к длинным, долгим речам. Она может развивать тему до бесконечности. И это само по себе, конечно, прекрасно, но в контексте совместного прямого эфира может быть и недостатком, потому что складывается впечатление, что Марина все внимание перетягивает на себя. Ну, в принципе, это ее канал, это ее эфир. Так или иначе, эфир прошел в дружественной обстановке, собеседники спелись, герой Маска советовал Марине стать счастливой самой по себе. Да, там какие-то проблемы с сыном, да, у сына лишний вес, говорит Маска. Он это понимает, он это знает, потому что он тоже в свое время прошел через это, сбросил лишний вес и вот теперь постройнел, теперь похорошел. Правда, говорит, нужно еще сколько-то килограммов там сбросить. В общем, Марине нужно быть просто счастливой самой по себе. Стать счастливой вне зависимости от того, мать ты или не мать, и уже у счастливой матери будет счастливый сын. Правда, нам не сказали, как стать счастливой самой по себе, что для этого нужно делать, потому что у нас ведь есть уже одна счастливая, как раз-таки Донья Кабе. Она делает все для того, чтобы просто быть счастливой самой по себе. У нее продажный турчонок, кричал гость, да, но по ее собственным утверждениям и убеждениям, продажный турчонок в том числе тоже делает ее счастливой. Так что нужно делать для того, чтобы женщина стала счастливой сама по себе, вне зависимости, мать ли она, бабушка ли, тем более, что вчера же на совместном эфире обсуждали Забазного. Пойдет на один раз. Может быть, и Забазнов может осчастливить Марину Нову, даже если это будет только один раз. Но все равно приятно. Главное перед этим накатить, потому что на трезвую голову это, конечно, будет сложно. Разве что, если только закрыть глаза и думать о судьбах Родины, как говорила любовница президента Миттерана, когда у нее спрашивали, как же вы с ним спали? Она говорила, ну как, как. Закрывала глаза и думала о Французской Республике. Вот так вот. Так что все в этой жизни возможно. Все приспосабливаются. Ну вот, Маска говорит, нужно быть счастливой. Женщина должна быть счастливой. Кстати, про накатить. Вчера Марина призналась собеседнику, что у нее проблемы с алкоголем. Не может перестать пить. Это тоже проблемы. Да, это тоже диагноз. В общем, короче говоря, очень хорошо вчера посидели Марина с Маской. Маска, я так понимаю, будет действовать. Наш Зорро будет действовать, будет долбить Донью, добьется того, чтобы Донья ушла с арены. И вот первые знаки мы уже наблюдаем. Донья временно закрыла свой канал. Она специально сделала видео в Инстаграме, дабы показать, что это она собственноручно закрыла временно свой канал, закрыла доступ к своим каналам. Никто ее не удалял, никто ее не блокировал, но Маска не сдается. Маска будет писать, и не исключено, что он будет не только писать. Он будет жаловаться высшей инстанцией. Кстати говоря, там еще вопрос по деньгам. Они никак не могут разрешить. То они соглашались на 50 на 50. Потом он сказал, что он Доней отдаст всю прибыль. Потом вроде снова потребовал 50 процентов. Только неизвестно, куда эти деньги слать, потому что Марине тоже присылали донаты, довольно-таки щедрые донаты. И Марина клялась и божилась, что она половину этих донатов обязательно пошлет гостю. Потому что только благодаря ему у нее такая движуха началась на канале. Но гость отказался. Гость не хочет принимать никакие донаты. Он очень успешный. Две работы. Офис плюс почта. Живет между Швейцарией и Юкей, Великобританией. В общем, все у него прекрасно. Все у него хорошо. Не нужны ему никакие подачки. Он все оставляет Марине, потому что там ребенок. Марине нужнее. Вот такой разговор вчера состоялся. У меня тут столько всего написано. Но я сейчас не буду уже это освещать, потому что я сейчас убегаю. У меня сегодня на повестке дня вечеринка у бассейна, между прочим. Погода этому способствует. Солнышко светит, птички поют. Мне нужно подготовиться, взять с собой кое-какие закуски. Если вы проживаете в Соединенных Штатах Америки, поздравляю вас с праздником, с Днем Независимости, если вы его отмечаете. Я с вами прощаюсь. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Мне очень приятно. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Будьте счастливы! Как говорит наш герой, главное быть счастливым самим по себе. Остальное все приложится. Все. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.